Погладить настоящего северного оленя, отобедать в национальном жилище кочевника в Чуме и прокатиться с ветерком по снежной пустыне. За этой северной романтикой с года в год в Нининский округ отправляются десятки туристов. В одну из таких поездок отправилась и наша съемочная группа. Репортаж Алины Ваучейской. В турне по Малоземельской тундре группа туристов отправляется ранним утром. Впереди около двух часов дороги и встреча с коренными жителями арктической глубинки. Потрогать настоящего северного оленя, полюбоваться снежной пустыней и преодолеть экстремальный маршрут на снегоходе. Именно за этой северной экзотикой в Нининский округ ежегодно ездят десятки туристов. И оно того стоит. Стадо белоснежных хозяев тундры – первая и самая зрелищная часть тура. Сотни сахатых, которые пасутся в естественной среде, буквально завораживают Дениса и Наталью Ореневых, туристов из Екатеринбурга. В Заполярье семейная пара приехала впервые. Вместо тёплых стран выбрали романтику севера. Белёт нам обошёлся 4 тысячи рублей туда-обратно на двоих. Это очень дёшево, это дешевле, чем куда-либо ещё можно улететь из Екатеринбурга. Проживание, сколько, две тысячи, две-триста в сутки. Это тоже, мне кажется, недорого на двоих. Вот. И самая дорогая часть, ну вот именно поездка сюда к стаду, она стоит почти 20 тысяч рублей, но оно того стоит вот прокатиться по тундре, увидеть, увидеть реальное стадо оленей. Это очень-очень и очень необычно. И обычно мы ездим в тёплые страны, а здесь совсем другие эмоции. Это очень круто. Покормив оленей, туристы отправляются в семейно-родовую общину Сармик. Этакое погружение в быт северных кочевников. Здесь рассказывают о традициях оленеводов и, конечно, предлагают отведать строганину, бульоны-золенины и другие национальные блюда. Ну, безусловно, их мнение абсолютно по-другому начало складываться. О тех людях, которые здесь работают, которые живут, которые живут не именно, например, в большом городе, да, а вот в такой вот естественной среде. В какой-то момент они даже говорят, ну, мы позавидовали, что вот здесь вот душой с природой нету суеты вот этой вот, размеренность. Никто никуда не торопится. Зачем? Для чего? Потому что всё, оно здесь рядом. Ну, и, конечно же, их привлёк и заинтересовал быт. Они говорят, безумно сильные духом люди. День из жизни оленеводов – один из самых популярных туров, которые предлагает Центр арктического туризма. Здесь не требуется специальная физическая подготовка, то есть отправиться в настоящий чум и посмотреть оленей могут даже дети, разумеется, в сопровождении родителей. В стоимость тура входит работа гида, техника и экипировка, а также обед. В этом сезоне у оленеводов уже побывали десятки туристов из разных уголков России и мира.